Прецедент 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 до сих пор еще не применялся нигде в мире. Новый метод нельзя называть дезинфекцией, так как новый метод, представляет собой превентивное обсеменение поверхности помещения, или превентивное обсеменение поверхности каждого пациента, полезными микроорганизмами, пробиотиками. Если в каждом больничном помещении мы будем стремиться создать, вокруг пациента облако полезных пробиотиков, то этот пациент будет избавлен от риска заболеваний. На практике это достигается привычной санитарной обработкой поверхностей госпиталя, гигиенической обработкой кожи пациента и насыщением пробиотиками воздушного пространства госпиталя. Мы боремся и с бактериями, используя устаревшие технологии, которые не дают микроорганизмам до нас добраться. В больницах применяют дезинфицирующие средства, следуя средневековому принципу, чем толще дезинфицирующая стена, тем здоровьем и будем. Как же мы заблуждались. Дезинфицирующие средства гарантированно избавляют от потенциально болезнетворных бактерий, но только на некоторое время. Дезинфекция доказана, но она неэффективна, потому что через 10-20 минут после ее проведения микробы являются вновь. На современном поле боя важно не количество вооружения, а его эффективность и надежные разведданные. Нужно предотвращать, а не лечить. Нужно решать проблему до ее возникновения, устранять угрозу, не ожидая, когда она станет реальной. Многие до сих пор считают, что мы должны по старинке уничтожать то, что нам не нравится. Это неправильно. Мы должны работать вместе с природой. Западные разведслужбы редко убивают тех, кто представляет угрозу. Им достаточно просто их нейтрализовать. Именно таким и является будущее современного здравоохранения. Эта проблема распространена во всем мире. Проблема противостояния болезнетворным бактериям и микробам. И ее можно решить с помощью природы. Мы хотим заменить обычные чистящие средства на пробиотические. Важно понимать, что благодаря нашим средствам на всех поверхностях в больницах появляются безопасные микробы, которые снижают риск появления заразных организмов. Это живые микроорганизмы, которые живут на продезинфицированных поверхностях. И они не дают потенциально болезнетворным бактериям появляться и размножаться в течение 24 часов. Мы стали вплотную заниматься научно-исследовательской работой и производством. Сейчас важнейшей сферой являются пробиотические технологии. И наша главная задача – это разработка средств, основанных на этих технологиях. Они могут быть использованы в любой деятельности, в доме, на работе. У нас широкая линейка продукции. Есть и товары широкого потребления. Я думаю, это прекрасное будущее. Технология доказала свою эффективность. Недавние исследования, проведенные университетом Феррары и больницей Сент-Эн, доказали, что настало время для нового поколения гигиенических средств. Технология кажется необычной и противоречивой. Поэтому мы проводили множество исследований в независимых научных учреждениях. Например, в университете Феррары в Италии. И они подтвердили эффективность пробиотической чистящей технологии. Работа в этой исследовательской группе была прекрасным опытом. И результаты превзошли первоначальные ожидания. Результаты были гораздо лучше. Наш опыт в этой области показал, что использование пробиотических продуктов и технологий, основанной на живых микроорганизмах, сильно снижает количество вредоносных бактерий. Наш итальянский коммерческий партнер, большая клининговая компания на севере Италии, убедил руководство Феррары в эффективности пробиотической технологии. Но им нужны были собственные доказательства. И мы получили замечательные результаты. Мы были бы рады, если бы количество микробов сократилось хотя бы на 20%, как указано в национальном плане здравоохранения Италии. Однако мы увидели, что их количество сократилось на 69% по сравнению с принятыми нормами. Результаты показали, что количество потенциально опасных бактерий снизилось на 80-90% по сравнению с использованием традиционных дезинфицирующих средств. К тому же мы наблюдали снижение внутрибольничных инфекций. Поэтому мы стали меньше использовать дорогостоящие антибиотики. Благодаря пробиотическим средствам мы будем меньше использовать антибиотики и средства дезинфекции, что, конечно же, снизит общие финансовые затраты. У нас снизились расходы на 500 тысяч евро, а мы только малая часть здравоохранения Италии. А если внедрить эту технологию во всю систему, то цифры заметно вырастут. Особенно сейчас, во время кризиса, когда на счету каждый евро. И если мы говорим про затраты в здравоохранении, то речь идет о миллиардах евро. Но мы можем их сэкономить. Это очень сильно повлияло на нашу организацию, отвечающую за госпитальную гигиену. Повлияло на другие больницы. После того, как мы убедились в эффективности и безопасности пробиотических средств, мы изменили свой подход к очистке и уборке внутри нашей организации. Мы внедрили новую систему во все сферы нашей деятельности. Техническую, административную, систему гигиенического ухода. Многие больницы, в том числе университетские больницы, уже не ждут, а действуют и используют пробиотические технологии, потому что они видят, что уже не первые в этом деле. Они видят, что их коллеги достигают хороших результатов в борьбе с инфекциями. И этого достаточно, чтобы начать пользоваться пробиотическими средствами. Какое значение это имеет для организации здравоохранения? Возможность внести вклад в систему, используя то, что стало своего рода революцией. Улучшенная гигиена, сокращение расходов, повышенная безопасность и меньшее влияние на окружающую среду. Сейчас воздействие на природу огромное, но пробиотические средства могут быть использованы везде. И в промышленности, и дома, и на рабочем месте. Но сначала мы должны убедить профессионалов, людей из инфекционного контроля. Как только мы посредством наших исследований это сделаем, мы сможем начать распространение пробиотических средств в других областях производства и в домашнем хозяйстве. В этом и заключается причина, почему мы производим товары для домашнего использования. Это большая поддержка, потому что граждане выбирают политиков. И они могут спросить, почему вы не используете пробиотические средства в больницах? Я пользуюсь ими у себя дома, и они работают. Проблема сопротивляемости болезнетворных организмов одинакова во всех учреждениях здравоохранения. Но в своих исследованиях мы увидели, что эту проблему можно решить, и испытания это подтверждают. Вся система здравоохранения действует примерно одинаково во всей Европе. И будет огромным плюсом, если мы сможем распространить пробиотические технологии во всех европейских странах. Не убивать все микроорганизмы, а использовать их в учреждениях здравоохранения – это большая перемена в сознании. И мы видим, что все больше и больше людей из инфекционного контроля понимают, что дезинфекция и антибиотики уже не справляются со своей задачей. И я убежден, что пробиотические технологии должны быть в центре внимания, когда речь идет о гигиене в больницах. Инфекционная безопасность внутри больницы целиком и полностью зависит от возможности контролировать биологический уровень гигиены и санитарии пространства внутри каждого помещения. Если внутри помещения мы можем поддерживать стабильную микробную атмосферу, то риск возникновения вредоносных инфекций можно свести к минимуму. Стабильная микробная атмосфера достигается путем насыщения пространства больницы полезными природными микробами – пробиотиками. Пробиотики доминируют над патогенной микрофлорой, ингибируя развитие инфекционных процессов. Пробиотики не позволяют расти любой инфекции, которая потенциально может угнетать здоровье пациентов. Прецедент – это случай или событие, имевшее место в прошлом и служащее примером или основанием для последующих действий в настоящем. Административный прецедент – это решение должностного лица по конкретному делу, которое принимается за правило при разрешении других аналогичных дел.